вот такие дела даже с москвой звонят не дают не дают отдохнуть какая-то там суета с сим-картами вот опять я заметил следы может быть это была собачка может быть еще что-то вот посмотрите но реально следы большие и они ведут прямо так по дорожке туда куда я иду сначала я хочу сходить вот сюда куда спуститься и взять какую-нибудь дубиночку чувство она мне может просто пригодиться реально так и пойдем дальше так 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 ничего не видно ладно надо найти все равно что-то потому что это не дело он будем идти сейчас какая-нибудь палка подвернется я и возьму каюки вот так у нас рыбаки оставляют свои лодки каюки ничего не бояться даже вот с мотором оставляет приходят и рыбалят плавают вот я думаю попробуй в городе оставь то где-нибудь на речке мотор или еще что-нибудь я уверен унесут в этот же день деревне я думаю такого нет наверно в городе это сильнее распространено вот столик самодельный какой-то с табуреткой так ночи за ничего не попадается никакой палки да летом намного интереснее гулять все цветет пахнет народу побольше ладно идем дальше реально просто так я палку не найду я думаю надо надо короче это выломаться вам ломать так вот прогулочка а я следы туда идут прям чё там есть пароходище вот прям над водой ладно пойдем я планировал идти по дороге ну ладно раз тут уже мужик шел вот я вижу его следы если он уже тут шел значит прошел а если он прошел то и я пройду интересно попадется мне кто-нибудь еще да уже лес становится плотней дороги здесь нету самое что хорошо что что и не холодно и грязи нету то есть еще снег не растаял нет этой квашни вот и не холодно и грязи нету то есть еще снег не растаял дерево какое прикольно обрыв ну практически пришли еще немного и придем блин куда мне тут придется лезть что-то тут ничего нету придется прям через лес лазить ну ладно тихо слышал какой-то голос реально зачем снимать фильмы ужасов на самом деле можно просто просто можно взять камеру ночи и пойти в лес к дону или вдоль дона или еще куда-нибудь просто по лесу походить вот тебе и фильм ужасов страху столько натерпишься что никакой ужастик не понадобится интересное путешествие вот даже в таком в середине леса я вижу столик видать кто-то хотел уединиться и отдыхать одна один да там в своей компании чтоб никто не мешал и тут поставили такой столик скамейками и на нем насыпано видать это для животных семечки и зерна видать для животных насыпали для птичек наверно так ладно будем пробираться потому что топать еще долго надо пройти эти небольшие кустики да вообще-то я не планировал сюда лезть думал пройдусь по дороге ну ладно раз мужик прошел и я пройду раньше мы тут вообще-то ходили ходили чаще ходили чаще и могли гулять здесь ну лазили с пацанами очень много единственное за что я переживаю это за крутку чтоб ее не порвать об эти ветки а так-то все нормально вряд ли на меня кто-то здесь что-то нападет ну вот нашел какую-то палочку ну конечно это сложно назвать палкой но чисто так тоненько отпугнуть можно да вот тебе и путешествие епта не навернуться вау тут обрыв чуть не подскользнулся а так падать неохота просто во всем чистом и мазать крутку не кайф не все-таки наш народ русский очень доброжелательный очень доброжелательный вот опять скамеечка с семечками так идем дальше тут обрыв дерево упало так когда же я приду я думал я уже приду на самом деле но что-то я никак не дойду дерево офигеть откуда этот мужик шел со своей собачкой это значит он так вот прошел сквозь все-все-все-все-все весь лес вот и я пришел все вижу прибыл короче подхожу к верхнему обрыву и к глазуне где в основном мы большую часть времени купались ну и плавали играли в латке все такое догонялки под водой на река точнее вот прибыл ну вот эти вот постройки это уже потом появилось раньше их не было вот а сейчас спустимся к обрыву покажу вам где в основном мы прыгали с мастушки из которой была из колес вот и на этой мастушке мы там делали сальто различные ну кто что-то придумал тот так и прыгал так блин вода поднялась уже и мастушку затопило вряд ли мы его видим да мастушки нету ну в общем как здесь было так главное не оборваться вниз а то я сейчас накупаюсь еще вот этот дом но я вот в общем пришел вон оттуда сейчас покажу вот был я вот здесь на тубе и вот так вот над берегом над берегом над берегом над берегом я прибыл вот сюда вот собственно это глазунь сейчас вода поднялась тут сплошной обрыв но когда вода упадет дальше тут вот будет у нас вот здесь вот мастушка с колес стоять ну конечно наверно сейчас ее уже смыло а дальше он там вот вот здесь вот пляжик молодежный но здесь мы в основном купались так ну че потопу я дальше теперь уже назад пойду назад никакой мне зверь не встретился ну и ладно по крайней мере я уже не буду идти через лес а иду пойду по дороге пройдусь вон там зайду еще посмотрю что там вот ух ты скворечник из дубка сделанный прикольно вот а это в принципе основной глазунь вот так вот мы приезжали сюда вот здесь вот ставили свои мотоциклы мотороллеры или машину и вот здесь вот спускались и собственно тут и проходило наше детство где мы купались играли на река и плавали вот этот пляжик ну сейчас просто вот затопленный ну и так же плавали на ту сторону ну на глазуне редко когда кто плавал на ту сторону потому что тут и так глубоко если вот плыть отсюда на ту сторону дона это далековато на камере может быть показаться что это близко но реально это далековато и давно переплывали много ребят именно на пляжу а вон там дальше если посмотреть за поворотом там будут косы еще один пляж там ну так же ну там уже пляж будет очень большой много песка много пространства и там называется место косы потому что там ты идешь идешь сначала тебе мелко потом раз очень глубокая какая-то яма яма вот попадаешь в яму потом опять может быть мелко в общем там такие косы то мелко то глубоко такие местами яму вот ну там туда далеко ездить там мало кто купается ну и так в принципе ездит иногда кто отдыхать хочет там один допустим или не один а вот какой-то компании чтоб никто не мешал на основных пляжах так ладно идем домой о воробья или снегирь это снегирь точно сейчас его засниму если не улетит так осторожно не улетел ну вот да за животными не успеешь они быстрые пока ты наводишь свою камеру он уже улетел так ну куда еще можно пройтись а точно пройдусь-ка я до какого до этих какого на поле выйду и выйду я в сторону стогов это там еще одна такая еще одна такая столица где ну тоже люди живут но там их вообще практически нету там практически вообще никого не осталось вот я просто хочу выйти в ту сторону на поле чтобы показать вам какие там идут такие большие холмы как бы сказать горы ну горами это нельзя назвать но такие вот холмы которые тоже там есть одна гора такая мигулинская и там ну реально высокая там с нее красивый вид тоже туда тоже очень многие часто ездят отдыхать смотреть в смысле с этой горы посмотреть такую ну высоту и сверху всю станицу посмотреть и так далее ну в общем когда я выйду если у меня там будет обзор и с той точки где я буду снимать будет видно то я вам постараюсь просто издалека показать эту местность так ну а сейчас нам задача пройти через лес через поле и посмотреть что будет там так проверить у нас сколько осталось пленки 2 часа 10 минут а батарейка уже подсела ну ладно посмотрим батарейка в принципе садится быстро посмотрим насколько хватит ну не пленки а памяти достаточно чтоб дойти и до дома и куда угодно 2 часа я всего лишь час хожу с чем-то значит просто надо до топать чтоб нам хватило батарейки вот тут смотрите есть две дороги вот как мы раньше ходили мы всегда ходили вот так направо а потом поворачивали вот там налево но там дофига идти через лес я предполагаю что там заросли потому что там всегда были заросли вот а ведь вторая дорога вот прямая тут так же через лес но тут не так сильно заросло и там пресс идти больше через поле я пойду прямо просто не кайф через лес лезть если там и так все заросло а тут как правило больше ездить на машинах и более прокатанно все чувствую себя экскурсоводом ну а что прикольно так походить поснимать потому что все разъехались особо и гулять не с кем я вот приехал что здесь несколько дней вот все в городах все где кто-то работает никого нету поэтому сейчас один гуляю брожу мне можно было конечно кому-нибудь в гости зайти но так как времени мало нужно было много что поделать по дому здесь потому что здесь реально все рушится разваливается и заборы падают и все остальное и нужно было что-то делать чтоб как-то поддерживать можно сказать эту дачу ну это вообще-то у нас дом основной но так как мы очень редко сюда ездим в станицу Мигулинскую можно сказать что это дача вот поддерживаю чтобы она совсем у нас не развалилась вот поэтому времени немного было я вообще не планировал снимать думал только в казанке засниму там место где я учился в СПТУ и все но вот нашлось время еще пройтись перед отъездом и поснимать здесь немножко вот сейчас когда выйду на поле постараюсь не шуметь надеюсь что может быть кто-то еще будет бежать через поле я кого-то еще замечу и засниму так буду говорить более тихо вот но если кого увижу сразу замру и буду приближать и смотреть вдаль я вот для себя понял что надо вдаль смотреть потому что если я буду смотреть вблизи то вблизи я никого не застану потому что вблизи меня животное еще раньше услышит и даст дерло а вот если я сдалека его замечу то есть еще шанс что я кого-то застану так топаем ну конечно кроссовки придется мне мыть и мыть и мыть думал я что их не выможем но не получилось блин реально такая высокая трава а надо перчатку одеть а то уже рука подмерзает тут на поле вышел какой-то ветер сейчас перчатку одену будет нормально все пошли дальше а надо еще руку нормально поставить чтобы если что приближать было удобно хоп хоп все работает все четко какой-нибудь кабанчик бы пробежал или лиса да да вот когда когда не хотелось не хотелось в плане того что там да кого-то застать увидеть а и случайно заметил а потом уже захотелось еще раз увидеть вот как оно бывает ладно смотрим смотрим вдаль снимаем идем и смотрим вдаль может быть кого-то я замечу сделаем панорамный обзор ветер дует ветер дует да идем еще далеко идти далеко и я еще никого не вижу чтобы кого-то заметить вот а если бы я кстати пошел бы по правой дороге там через лес через лес лес и он там вот бы там только вышел бы на поле а то сразу раз и вышел на поле ну где же ты где звереныш негаданый песню придумал где же ты где кабанщик и маленький где же ты где черный кабанщик да чувствую я здесь на поле вряд ли кого-то увижу потому что это просто маловероятно в плане диких зверей вот еще у нас можно ну это лучше летом конечно ходить туда это слазить в пещеры то есть есть такие пещеры из меловых холмов как бы так сказать и там вот спускаешься вниз и в общем можешь там полазить по этой пещере проходить вот эта пещера она прямо рядом с доном то есть река дон течет и прямо практически под ну не под доном а рядом с доном как спускаешься вниз там ну это все стоит это из мела и вот там как бы это какие пещеры сделаны разные ну разными с ну как бы такими тоннелями вот и там можно тоже полазить поснимать там круто там даже где-то вода капает вот то есть ну практически и река течет и пещера рядом то есть такие вот места тоже интересные есть но это в другом месте то надо ехать недалеко отсюда от станицы вот ну тоже интересно где можно побывать вот о самолет летит не знаю видно вам не видно но шлейф от него должен быть видно так иду домой прогулка да реально нужен мотоцикл или велосипед хотя бы чтобы вот такие вот места просто пересекать быстренько а то идти далеко вот 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 уже слышу собачки гавкают от станицы слышно но небо здесь классно о самолет летит круто да здорово вид конечно здесь не такой как в москве в москве небо как бы тоже есть да там и облака но как-то все серое либо я туда смотрю только когда зимой но как-то там все равно по-другому серое какое-то небо ну и воздух конечно здесь конечно вид прям такое ощущение как будто облака они вот прям над тобой прям как бы вот ну еще чуть-чуть и вот они вот здесь вот прям над головой висят такое впечатление как будто сказки находишься попробую я приблизить ой часто зад реально ладно пойдем о машина поехал кстати это возможно мой брат у него тоже белая нива вот станицах деревнях много кто ездить на нивах потому что здесь не нужна такая иномарка с низкой подвеской где нигде не паренешь здесь нужна такая машина которая если ездить там к речкам по дону там ну вообще везде ездить то лучше машина с которой хорошая проходимость имеет с высокой подвеской я почти 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 нашел ну что скоро приду скоро приду и это соберу сумку и поеду поеду в москву не знаю вон два самолета сразу друг на друг на против друга такой я еще не видел блин где они не замечу ну где же я же их вижу вот они блин солнце бьет Ну, короче, ребята На расстоянии примерно Ну, мне это как бы Естественно, в небе это большое расстояние Но вдруг напротив друга пролетели Два самолета, такое вообще вижу впервые Вот, один самолет, который Летел туда, я первый его снимал А вот он, второй самолет, который летит Наоборот, сюда Сейчас я попытаюсь его заметить Так, но если он летит Значит, он где-то здесь Блин, не могу заметить Солнце бьет в монитор камеры Сложно понять А, вот он, вот он, да Вот, этот летит в противоположную сторону И вот, ребята, в общем, эти два самолета А вдруг напротив друга летели Не прямо навстречу, в лоб в лоб А вот рядышком Вот он летит, родной Охренеть Классно Ладно Блин, я не успел заснять Когда они прямо рядом летели Это было бы здорово Вот еще классная штука Которую надо придумать Такой экран Чтобы даже когда ты снимаешь И тебе солнце бьет в экран Монитора камеры Чтобы экран не бликовал И было четко все видно Вот тоже очень важно Так бы заснял Классный момент, когда Самолеты Рядышком С друг с другом пролетают Блин, путешествовать это здорово Как раз богатею буду путешествовать Почаще В разные места Я вот тут прошелся Было интересно А если бы я побывал бы В каких-нибудь экзотических местах Было бы вообще здорово Каждый день ты видишь что-то новое Это прикольно Интересно Какое было между ними расстояние Я думаю было большое расстояние Потому что самолеты маленькие Да, вот как я видел Ну такие точечки Такие вот А между ними расстояние было Ну примерно Если самолет у нас Один сантиметр Да То между ними было расстояние Сантиметров двадцать Или тридцать Вот так Ну если прикинуть Не, двадцать Два сантиметра примерно Если Я вот видел Когда они рядом с другом Прорезали Между ними было расстояние В два сантиметра А сам самолет Если брать длину Ну как бы Как точку, да Объект То один сантиметр Вот так если прикинуть Можно представить Какое было расстояние Между ними Так, секундочку Опять звонит телефон Алло А, привет Еще раз Я делаю Ага Ага А, окей Ну я сейчас Да, да Я отправлю Я сейчас просто дойду Тут у меня А, окей Хорошо Ну давай Ага, давай Да, да Разобрались в общем Блин Блин Тут такая грязь Я вот уже Свои кроссовки Реально Ушатал Их теперь Я, конечно, помою Но Ой, ё-моё Но Как прежние Они уже выглядеть Никогда не будут Так, идем дальше Сейчас пройдемся Немножко Немножко В сторону Где у тех гор Холмов Я хотел вам показать Вот А потом уже Поверну В станицу Зайду к своему брату Так Ну и заодно Уже батарейка Практически Села Осталось Две полоски Как правило Последняя полоска Она вообще Исчезает Очень быстро Ну, конечно Сейчас мне придется Еще и Не только Брюки Кроссовки Стирать Но еще и Брюки Я их тоже Заделал Ну, ладно Зато Перед отъездом Я провел Весело Время Дикого Зверя Увидел Непонятно, конечно Что это было Может быть Это было Косуля Может быть Это было Лиса На длинных Лапах Не знаю Но что-то Явно было Ну, вот так Мы сделали В общем Круг Обошли И вот опять Пришли к этому Дереву От которого Про которое Я вам рассказывал Что мы здесь В гориллу Играли В латке Вот Это опять Это дерево Сейчас Сейчас Возвращаемся Интересно Нефтяники Тебе работают Или нет От�시 Нефтяник Возвращаемся На Где Н就是 Теб rhythm Возвращаемся automол Неслед contro О, пришли! Кстати, вот здесь вот, на этом дереве, когда-то очень давно я увидел сову. Мы, в общем, шли и заметили ее, она сидела на ветке. Когда-то, я думаю, она упадет в это дерево, она прям реально так сильно наклонена, точно когда-нибудь завалится. Так, ну, сейчас потопаю в другую сторону. Хочу вам показать те холмы. Кстати, вот у нас эти холмы, да, на Мигуленке, вот, на них катаются на санках, ну, зимой. Ну, не здесь, конечно, да, не вот тут, не на этих холмах, а с другой стороны станицы, там как бы, блин, я забыл, как та местность называется. Ну, в общем, там на холмах тоже активно катались мы на санках. Там были две такие горки крутые. Вот, мы там гоняли вообще реально. Там были два трамплина и было без трамплинов горки. Ну, в общем, было круто. Разгоняешься такая скорость, такие прыжки. Я вот сейчас вспоминаю и удивляюсь, как у нас вообще позвоночники остались целыми. И как мы там ничего себе не подбивали, потому что реально мы лежали, ну, в основном лежа было безопасно прыгать на трамплинах. То есть ложишься на санки, разгоняешься, прыгаешь, летишь там высота метр или больше даже, полтора, и приземляешься на эти же санки. Вот, а сидя было, это вообще жестко. Ты вроде бы упирался в руки, но это было жестко. Вот. Ну, туда я не пойду, там это вообще далеко, я туда замучаюсь идти отсюда. А сейчас пока просто выйдем отсюда и пойдем туда дальше. О, вид какой. Птицы летают. Кстати, тут тоже птицы всякие летают с большими крыльями. Я не знаю, что это за птицы, но вот иногда встречаются. Блин, ахренеть тут грязь. Чувствую, я утонул сейчас. Вот. За машиной ездить. Работают люди. Прокладывают трубы. О, это еще одно маленькое озеро. Называлась она почему-то светлая. Ну, светлая, я не помню, за мою жизнь никогда не была. Может, она до меня была когда-то светлая. То есть, когда дон разливался, сюда заполнялась вода. Через гущинку. И вот. А сейчас тут пустая яма, конечно. Вот. А так было прикольно. Тут даже купались иногда. Ладно. Осталось чуть пройти. Вот. Работа в деревне. Сплошной физический труд. И ничего более. Вот опять станица. Но это уже с другого края. Это как бы край станицы. А так сказать, если снизу смотреть, то слева. Вот. Сейчас мы выйдем на поле туда. А потом вернулись чуть-чуть. Ну, просто реально хочется показать вам эти меловые, ну, как холмы, в общем, эти. Хочу вам показать. Вот такая вот дорога. И как тут можно ездить на машине? Ну, никак. Офигеть. ну почти пришли сейчас дойду туда до верха и попробую заснять так, а вообще надо посмотреть времени а то я сейчас догуляюсь а мне надо будет ехать и я опоздаю на автобус сейчас надо проверить сначала время так, 11.55 о, времени вообще дофига еще погуляю в общем, все здорово ребят, иду иду, короче, так перчатку надо одеть иду, короче, на гору так как посмотрел времени у меня еще дофига только 11.55 я еще успею домой вернуться собраться и поделать что нужно, приготовиться дела и еще поснимать опять следы какие-то, ну тут уже собаки, наверное, бегают в общем, пойду на городу подымусь но это не то, что гора это просто такой холм вот на который я зайду там дорога идет вот, и с этого холма еще поснимаю вот, пока что еще две полоски у меня батарейка значит будем снимать как останется одна полосочка то тогда буду отключать потому что тоже был такой момент короче, что я это снимал, снимал ну не помню, что за видео снимал а потом раз и у меня отказала батарейка я вот сейчас точно не помню но кажется, у меня тогда это видео пропало то есть она у меня не сохранилась и чтобы такого момента не произошло лучше, когда уже батарейка совсем будет кончаться я нажму на стоп и все чтобы было сохранение видео а то будет обидно если я все это снимал и все это потеряется да, вот когда возвращаешься в родные края, где я очень долго жил вроде бы здесь ничего такого особого нету, да? с чем можно сейчас заняться, да? как-то время проводить но всегда присутствует какая-то ностальгия всегда что-то какие-то воспоминания всплывают и вызывают какие-то чувства приятные там какое-то событие было вот я вот сейчас увидел один дом и вспомнил кое-что ну и так же там побывал на пляже, побывал там вот просто вспоминаются те в жизни